девочки встаем анфиса киевлянка выбраковочка каштанчик сейчас начнут кричать завтра вот этим поросяткам будет ровно 90 дней от рождения это мы их взвешивали 20 августа им было ровно 60 дней от рождения вес был 20 килограмм 600 грамм если я не ошибаюсь сейчас явно видим чуть чуть больше это не будет 90 дней завтра тут одна получается по моему вот это самое маленькое так все у него подобрали не киска так за месяц нормально зайков пускай растут то просто к чему я это показываю мне говорят да составляй на форт у тебя нет на форум вот у меня есть на форум вот эти это их 8 потом два дюрка дюрки побольше чем эти это 10 и вот обороз анки сейчас посмотрим покажу как уже четвертые сутки поросятам все живы-здоровы покажу этих поросят я тоже оставлю всех на откорм которых опоросилась анфиса и также потом следующие там у меня в октябре в октябре будет опороз тоже оставлю на откорм поэтому за откорм не переживать я просто оставляю с каким-то промежутком не в одно время то у меня уже было так одновременно тридцать штук подымал так мне не надо нет разница и вместо полтора в вашем городе вот есть хороший вот как вот это допустим вот такие видно уже видно что мяснички этот моего хрята машка и мой ряд покрыл машки вот такие поросята это весны я стал на них минималочка кто не видел еще этих показывает также друзья сейчас мы пойдем новый сарай покажу что там новом сарае пока покажу как поросята на четвертые сутки последний опороз ну крайний опороз и сделаем у киевлянки заберем поросят отвезем новый сарайчик для отъема для дуращивания сарайчик и взвесим поросят у тридцать дней сегодня им тридцать дней сегодня им тридцать дней взвесим поросят и заберем поросят уже отдельно и будем ждать человека с италии который должен приехать их забрать как приедет тоже покажу сниму видео ну и так то 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 покажу как я делаю бункерную кормушку покажу как начал делать корма цех то есть все поэтапно поэтому видео будет не длинным но интересно только в больничке по больничке у нас вот эти двое оставшихся начали выздоравливать что они едят хорошо аппетит хороший резвые и вижу пошел у них рост в эти пошли в рост то есть эти два получается оклеяли ну пускай тут и будут места им хватает кормушки хватает нормальные такие пошли именно вот двое я смотрю что останутся и вырастут им тут так хорошо топилки подстиваем убираем насыпаем корм предстартовый просто чистый предстартов едят и и воду и все но смотрю пошли на поправку но и то что пошли на поправку уже выздоровели нормальные едят и расти хоть начали тоже вообще стояли на одном месте вот друзья такие кормушечки делаем для маленьких поросят вот такого типа это для маленьких которые при свиноматке и которые после отъема то есть этой кормушки им хватает с головой такие вот такой и уже одна такая кормушка стоит у киевлянки где мы сейчас будем забирать поросят едят хорошо я где-то с агметов 12-15 отверху ее прикручиваю и они в ней не ходят не лазят едят ну то есть корм сохраняется все время чисто но я заказал кормушки бункерные пластмассовые станки для опоросов также я начал короче ситуация какая у нас накрыла стиральная машина и канди проработала лет 13 она уже и подтекала и мы ее уже ремонтировали и короче опять там подшипник накрылся я разобрал думал поменять подшипника там сзади крестовина разбила барабан погнула короче гаплык машинки стиральной к кандюшки наши и я решил почему бы с нее не сделать бункерную кормушку вот эта часть которая подгнила но она еще и вверх ногами получается вот ножки от машинки и и так получается делаем бункерную корму таким сейчас я здесь хочу еще потом тут только начали делать тут здесь бросает вершины потом отсюда уголки такие эти уголки будут являться ребром связи ребром жесткости с бункером корыто с бункером и на той стороне так самые поделю или на два кормоместа ну две перемычки или одна перемычка два кормоместа или три кормоместа и возможно посмотри а здесь еще чуть-чуть при опущу для высыпки корма чтобы на этом уровне высыпался корм и сюда еще добавлю возможно три сантиметра пластинку полосу металлическую троечку чтобы не так высыпали и я думаю она еще пару лет послужит это как минимум вот таким образом это все я закрою вот так абрамировали и в искусственный уголок самодельный уголок и тут уже все сварено все сделано это задняя крышка от машинки прихватили я потом что сделаю я когда ее все поварю все швы герметом пройдусь чтобы корм нигде не высыпался и все 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 швы пройдусь тут закручу просто деревянную какую-то закрою эту чтоб корм не высыпался и все вверх насыпать и покрасим ее краска у меня есть я буду красить все двери на сарае и этой же краской покрашу эту кормушку поставлю куда-то в клетку для откорма и ухватит головой штук на 6 только насыпай и насыпай вот так думаю выкинуть тоже коробку с этой машинки как бы и жалко не туда не сюда так вот хоть что-то какая-то кормушка ну а для маленьких для маленьких и вот хорошо это квадрат у меня был 160 на 160 поделил пополам полосы нару поварил можно и прикручивать к стенке и земле войну бетону ну короче как хочешь такие хорошие вот это вообще показала себя классно на часу поросят корм постоянно чистый гранула допустим при стартую насыпаем или дробленую или целую гранулу не так что уходят там вот такой все грязное мокрое сухое чистое очень хорошая кормушка ну все равно повесим пластмассовые чтоб меньше мороки вот друзья пара там четвертые сутки пошли все живы здоровы никого не придавила так и не сел штук вот и миша не стану поставлю сегодня уже поставлю воду хотя она бывает ставлю на второй день обычную сырую не холодную воду для маленьких поросят но сегодня поставлю уже а так простите нормально их 8 они всем одно еще выберем а мы не знали на второй день а то как место надо видимо пересматривать я уже не всем то одно радио короче по этому обороту все нормально смотрите поросята больше чем сама свиноматка уже два раза это друзья пускай поедят уже последний раз с мамкой попрощается и будем их забирать вот эти взвесим какой весу 30 дней вот я говорю кормушечка вот это вот сухой корм это я и насыпаю уже дней пять по чуть-чуть корм сухой они сюда не ходят ногами и достают хорошо едят и сейчас я когда сделаю отъем такой же корм как вот здесь у них и буду продолжать им давать на новом месте и эту же кормушечку не эту вторую новую такую же туда прикручу хоть опять не я просто сколько свинок и два камбанчик а ну такие дебелы поросята именно я просто к чему это говорю вот смотрите из 7 опоросов в станках 7 опоросов у меня было из 7 опоросов в одной свиноматки ну посмотрим какой вес будет самые большие поросята то просто не так это у меня и у меня так бывает но это не всегда так это так стрельник когда-никогда что поросята очень крупные у тем более у первых первых поросята сильно крупный но редко бывает бывает но редко у меня прощальный день мамой а маму будем покрывать на 4 7 день искусственно хочу покрыть и пьетреном или мастером и киевлянку отпустим на свободу чистой совести а сюда запустим рыжку у нее опорос начало декабря так и пулечки наши тоже я бы сказал очень хорошо растут и я их кормлю ну так как и всех свиноматок единственный минус и фак это очень-очень крикливые включат это заходишь им давать это крик крик очень сильный вот это уже килограмм 90 минимум а то 90 это чуть поменьше ну и там наверно таки кого ровница 5 ну то есть сейчас уже в октябре я думаю в конце будем крыть или в ноябре посмотри крыть буду не знаю вандраса я попробовал вандраса не могу найти хорошего вандраса чтобы покрыть их всех вандрасом поэтому не знаю чем крыть ну понятно что могу покрыть элементарно это дюрком искусственно и и могу также покрыть мастером ну если там у меня есть заказы щас покрой вандрасом чтоб поросята были на выходе f1 или f2 ну то есть хорошие свиноматки люди взяли поросят по цене обычных поросят может сделай если найду вандраса я просто туда не звонил хорошего вандраса нету типа вандрас то есть маленький ушки на так как у вандраса но далеко не вандрас не такой вандрас как в советском союзе мне надо таким как вандрасом как раньше были при советском союзе вообще паразиты сам сами свинки вот такие меня очень рады я довольны рокировки рокировки какого типа и гранту мы запустим и в этом месте а это мадаме и начало октября оборота срок начало октября запустим его то есть стану ну и от киевлянка и так будем их менять потом потом анфису выпустим маску запустим ну а так и будем рокировки делать чтоб они отдыхали от станков вот так хожу управился и хожу смотрю там то поросят наблюдаю как растут то свиноматы контролируют то этих поросят посмотрю 1 2 3 4 5 6 7 а вот я не помню 7 или 8 она вот эта свиноматка выбраковка набирает в рот воду и выливает хоть тебя вот бывают у нее такие филе ну это выбраковка мы ее сейчас будем убирать она маленькая небольшая но все равно взвесим что и как так будем забирать на готовим там сначала в том сарае на готовлю место и их туда ну для вас это сейчас а я пока наготовлю буржуйку растоплю там чтоб подогрели стены чтоб было тепло в сарае и будем их туда забирать на нашей супермаркетовской тачке так готовим сюда их для поросят но тут а у нас очень холодно внутри ты сам по себе сара теплый и сейчас стены холодные сначала надо прогреть стены и также подвести здесь куры бегали по на панапана сделали и и повесить кормушку туда вот в эту клетку буду садить туда кормушку воду налью сейчас я уже растопил маленько понятия дымит коптит после того как делает анатолий буржуйку или котел таких нету понять это меня натуре ждем полтора назад и я так накидываю потом полностью все закрыл и вверх и вниз и сейчас буквально минут 10-15 тут будет жара ну и пускай все прогреется твоим поросатом ночью здесь быть тут не чисто везде я стараюсь чтобы сильно грязно не было после того как поросят ну все равно не метаю сейчас опять я пилочек подсыплю и их отходов жизнедеятельности принесу сюда возле калитки на свицу ну где мне надо чтобы они опорожнялись вот кормушечку уже прикрутил проволокой крепко хорошо отлично и я пилочек посыпал сейчас только размягчить и все еще пронесу еще пронесло пилот добавлю мало сильно чуть-чуть я сюда отходов их насыплю тут уже жарыща хотя двери открыты но все равно жара сильная жара до буржуйки не подойдешь здесь у меня конфорки ну конфорки я убрал уже большую бревно пенек туда кинул и все какой-то сучок тот что не рубается для этого забрал конфорки можно и кашу варить но мы с кормим сухим вот так и воды вода тут есть вода есть ну что будем забирать пошли вернее поехали вот 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 так вот 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 как Знакомьтесь. 8,100. 9,740. 9,740. 9,740. 9,340. 9,740. 9,740. 9,740. Да все, все, все. Ха. Ха. Брати, кантор. Кантор что. 8,9. Ну 9 килограм. 9,840. 8-9 килограммов 7,5 килограммов ну и это такой же вес 7,5 килограммов вес, я вам скажу, великолепный пеноматка, первоходка, перворота первистка киевлянка можно кричать о, у меня такой вес пройдет как у некоторых раз получилось там что-то и уже кричит на всю страну это с 7 опоросов один вот такой 7-7,5 килограмм а эти стрельнули бывает стреляет, а бывает и обычная поэтому, ну, сейчас вот седьмой опорос вот такой получился это 7 первистов одна из семи вот так получились поросят поэтому, ну, слава богу, что они есть что такой вес колоссальный он уже едят какашку надо приносить сейчас какашули принесли и вот так а вот так вот так вот так вот сюда бросаем какашуры и они сюда будут ходить а вот они сейчас буквально час-два и уже только-только он переживает за воду как они до воды привыкают сразу час-два и уже пьют воду с ним даже интересно с ней пить, это не как струльки с ума сеткой тоже с ума сеткой Продолжение следует...